Я сразу скажу, что я не раввин, поэтому я буду четко разделять то, что сказали наши мудрецы от того, что думаю я. То, что думаю я, никаким образом не является истинной последней инстанцией, и отношение должно быть критическое к этому, как понятно. Некоторое время назад, когда, собственно, началась эта война, Рафаэль Шварц сказал следующую вещь. Он сказал, что в свитке Эстер упомянуто две катастрофы. Помимо той катастрофы в Персидской империи, которая не состоялась, там упомянуты две катастрофы. Одна, это более известная катастрофа, это то, что произошло в нацистской Германии. И вторая, это Погрома Хмельницкого. Значит, Погромы Хмельницкого упомянуты большими буквами. В начале свитка есть большая буква «хэт» в слове «хур». Там перечисляется всякие убранства этого пира Хашмироша, говорится. «Хур», «Карпас», «Хелет» и так далее. Так вот, в слове «хур» большая буква «хэт» идет. А в конце свитка, когда царица Эстер приказывает нам прислать, разослать всем письма, там сказано «вотехтов Эстер», и слово «вотехтов» начинается с большой буквы «тав». Так вот, это «тав» и «хэт», вот эти большие, намекают на 408-й год по еврейскому календарю. Ну, на иврите есть такое, вот эти Погромы Хмельницкого называются «Праот Тахве Тат», то есть 408-409-го года. Значит, в это время было уничтожено примерно треть населения еврейского народа. Примерно так же, между прочим, как и в годы катастрофы европейского еврейства, которое устроили нацисты. Тоже треть еврейского народа была уничтожена, примерно 6 миллионов из 18. Вот, значит, я напомню, что катастрофа, которую устроили нацисты, тоже упоминается в свитке, да. Значит, известна история, что когда евреи встали на защиту от амаликитян, да, то они убили множество амаликитян, и в частности убили сыновей Амана, да, и дальше Эстер попросила царя убитых уже, мертвых уже сыновей, амана повесить, да, десятерых из них. У Амана было множество сыновей, но десятерых из них повесили, да, и не очень нам понятно, зачем нужно было вешать уже мертвых сыновей, да, ну, можно предположить, там, для отстраски, там, и что-то еще, да, но из современной перспективы исторической это по-другому можно увидеть, да, а именно в Нюрнбельском, на Нюрнбельском процессе судили 11 нацистских преступников, да, один из которых бежал, значит, и 10 из них были приговорены к повешению, да. Так вот, вот эта аналогия между 10 повешенными сыновьями Амана и 10 нацистскими преступниками, она настолько прозрачна, что даже один из этих преступников, восходя на Ишафот, воскликнул Пуримфест, да, праздник Пурим, то есть он понял вот эту аналогию, да, так вот, дело в том, что в именах сыновья Амана, значит, где перечислено 10 вот этих сыновей, да, там есть маленькие буковочки Тапшин Зайн, которые составляют год Нюрнбельского процесса по еврейскому календарю. Вот, ну, эта история известна, она сегодня даже в Википедии прописана, да, так сказать, все это уже знают сегодня, вот, а когда-то люди этого не знают, да, пока это не произошло, было не очень понятно, на что намекают эти буковочки. Вот, так вот это пример контекста, да, пример контекста, и Рафиэшваль сказал, что сегодня Украина платит за вот эти вот, за погромы Хмельницкого и за участие в уничтожении евреев во время Второй мировой войны, да, вот. Это, например, пример контекста, как можно взглянуть на события, значит, понимая, что вот, что они не из бухты-барахты, да, не просто свалило с такой горе на Украину, да, что была некоторой причиной. Ну, я сейчас не вдаюсь в вопрос, каким образом Рафиэль Шварц провел эту параллель, так сказать, провел эту нить, значит, для того, чтобы понимать такого рода вещи, нужно разбираться в кабале, человек, который не разбирается в кабале, он не в состоянии оценить, правильно это или неправильно, и так далее, да. Вот. Значит, то, что я хочу попытаться сделать, это я хочу попытаться привести еще более широкий контекст. Есть известный стих у того же пророка Ишаяу, который говорит, и придут, речь это о возвращении изгнанников, да, о возвращении коленов резких, и придут потерянные в земле Ашура, то есть Ассирии, да, и заброшенные в земле Египетской. Значит, здесь мы видим четкое противопоставление одного другому, да. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть страны тоталитарные, где есть антисемитизм, и там евреи заброшены, да, пример этому это Египет, да, то есть Египет это диктатура, это власть фараона, да, рабство. Евреи там находятся в рабстве, в очень тяжелом рабстве. А есть, соответственно, страны, скажем так, либеральные, демократические, в которых антисемитизма почти нет, да, и там евреи ассимилируются. Это называется потерянные, да, вернутся потерянные в земле Ашура и заброшенные в земле Египетской. Да, вот это противопоставление, ну, по сути, можно, грубо говоря, противопоставление Востока и Запада. Да, и пророк нам говорит, что вернутся и те, и другие. Вот такой известный стих. И любопческий рабов в свое время, еще когда существовал Советский Союз, дал, так сказать, одно из своих бесед, посвятил разбору этого стиха и сказал там, что Египет под Египтом подразумевается Советский Союз. Ну, я тут замечу, как бы, историю из моей жизни, да, что в свое время в Советском Союзе были молитвенники с переводом на русский язык. Вот. По одному из таких молитвенников я изучал и в Рице в свое время. И там была молитва за благополучие государства. Как в любой стране, так сказать, евреи читают эту молитву, так это читали и в Советском Союзе. И в качестве названия государства Советский Союз там было очень странное слово употреблено. Обычно на современном и в Рице Советский Союз это Брит и Муацот, дословно Брит это Союз, а Муацот это вот эти Советы, да. А там было сказано СССР ивритскими буквами, да, самых-самых-самых рейш. Вот такое сокращение было. Я помню, что когда я это обнаружил, тогда я иврит знал очень плохо еще в то время, но уже достаточно хорошо, чтобы понять, что это как-то очень странно звучит, и что люди, которые составляли Сидур, конечно, знали иврит, и почему они вдруг использовали вместо традиционного понятия Брит и Муацот использовали вот это странное сокращение СССР, написанное ивритскими буквами. Для меня это было каким-то очень странным таким фактом. И только когда я уже сделал Лию в Израиль, я узнал, что числовое значение вот этого самых-самых рейш равно Мицраин, то есть Египет, да. То есть это был намек на то, что вот Советский Союз по своей сути, да, он является Египтом, да. Но это понятно, когда Сталин был там, скажем, это в чистом виде фараон такой, вот. Это как бы не требует никаких дополнительных объяснений, это и так понятно. Так вот, Любовичский Рейбов в данном случае сказал нам, что под Египтом, вот в этом стихе Исаии, подразумевается Советский Союз, да. Я от себя добавлю, что не только Советский Союз, а вообще Российская империя во всех ее реинкарнациях, да, как Царская Россия, так и современная Путинская Россия, так сказать, или постсоветское пространство, если угодно, да. Вот это все можно назвать одним словом Египет, вот. И это тот самый код, который нужно понимать, когда мы читаем пророчество Исаии, вот. А, соответственно, Ашур, то есть то, что противопоставляется этому Египту, да, это Запад, то есть это либеральные страны, в которых евреи вот потеряны, да, они там ассимилировались. Так вот, это два вот таких кода, да, Египет и Ашур, которые нужно понимать в современном прочтении, да, для того, чтобы понять, что же на самом деле имеется в виду в этих пророчествах. В книге Бытия, да, 8 глава, 20 стих, говорит так. «И начал в новых возделывать землю и насадил виноградник». Ну, я сразу скажу, что виноградник он насадил в качестве служения Творцу, да. И я читаю дальше. «И выпил он вина, и опьянел, и обнаружил, и обнажил себя посреди шатра своего. И увидел хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и рассказал двум братьям своим на дворе. И взяли Шем и Ефет одежду, и, положив ее оба на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего, а лица их обращены назад, и наготы отца своего они не видели. «И проспался Ноах от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Кнаан, рабом рабов будет он у братьев своих, и сказал, благословен Господь, Бог Шема, Кнаан же будет рабом им, да даст Бог простой Ефету, и да обитает он в шатрах Шема. Кнаан же будет рабом им». Значит, вот такая история. Простой смысл говорит, что Ноах напился, значит, и обнаженный развалился у себя в шатре. Что мы видим из этого из себя? Мы видим, что, во-первых, любовь к отцу проявил только Шем. То есть он понял, что в такой ситуации отца надо накрыть. А ни Хам, ни Ефет, в общем-то, в этом плане не проявили никакой любви. Хам себя повел просто как животное. Это просто неприличное поведение. Ни по каким меркам так себя не ведут. А Ефет проявил себя как человек чисто рациональный. То есть он решил, ну хорошо, если Хам скопил отца, тем лучше, значит, наследство будет поделено только на троих. А накрывать отца, почему я, собственно, должен это делать, я, собственно, и не рвался вовсе. То есть он как бы проявил себя как человек рациональный, но при этом совершенно бессовестный. То есть единственный человек, единственный из братьев, который вел себя по совести, это был Шем. И дальше наш, она объясняет, говорит, что за то, что Шем проявил оторвение в исполнении этой заповеди на крыло отца, за это, мера за меру, он получил покрытие, он получил заповедь Толита Сцицид. То есть это молитвенное покрывало с кисточками. Значит, вот эту заповедь он получил. Точнее, его на его потомки. Его потомки за то, что он заслужил, они получили эту заповедь. А что получили потомки Ефета? Потомки Ефета получили тоже подарок, так сказать, тоже покрытие некоторое. Они получили погребение в земле Израиля. Вот это то, что нам говорит Раша. Значит, каким образом он, откуда он это берет? Лучше просто он апеллирует к пророчеству, где сказано, что когда будет война Гога и Магога, да, известно, наверное, такая война, которая произойдет в конце дней, это будет последняя война, когда все народы мира соберутся войной на Иерусалим. И тогда сказано, дам Гогу, да, Гог это правитель страны Магог, да, дам Гогу место для могилы там, то есть в земле Израиля. Соответственно, Раша нам говорит, что Гог он правитель страны Магог, а Магог это сын Ефета. То есть вот тут есть прямая связь. Потомки Ефета, удостоились погребения вот этого, как тихо-некого покрытия покрывало, да, вот мертвых хоронят, покрывают их землей. И вот в этом разница. Ну, я добавляю от себя, что когда хоронят еврея, да, то его хоронят вот в этом молитвенном покрывале как раз в Толите, но при этом кисти обрезают, потому что мертвый не может исполнять заповеди, да, и поэтому хоронить мертвого с этими кистями, это было бы некоторым издевательством над мертвым телом, потому что оно не может заповеди соблюдать. Соответственно, вот эти кисти отрезают. Поэтому, когда Раша говорит, что потомки Шема удостоили заповеди Толита с кистями, то он намекает на жизнь, а не на смерть. Да, то есть идет тут явное противопоставление жизни, которую получил Шем, и смерти, которую получил Ефет, да, точнее их потомки. А про Хама вообще говорится, что его потомки будут рабами вот этим братьям. Теперь я должен заметить еще одну вещь, что когда говорится, что потомки Хама будут рабами братьям, то Ибнезра, такой комментатор есть известный, он пишет потомкам Ефета. То есть, казалось бы, он должен быть рабом всем братьям, и Шему, и Ефету. А Ибнезр подчеркивает, что именно основанием Ефета он будет рабом. Ну, дальше мы знаем действительно, что египтяне, то есть Египет это, Митраем это сын Хама, ну вообще как бы народы Африки там, да, это Митраем, Курс, Эфиопия там, да, и еще там есть, да, они были рабами на протяжении всей истории более-менее, да, вот с тех пор, как евреи вышли из Египта, Египет все время был в рабстве, все время. Сначала Вавилон его захватил, потом Персия, потом Греция, потом Рим, потом Мамлюки, короче говоря, на протяжении всей истории человечества Египет находился под властью других народов. Ну, вернемся к этой истории, значит, история такая, сейчас я попробую от себя, так сказать, да, сказать, как я ее понимаю, эту историю, история такая, что есть тело, есть разум, есть душа. Соответственно, Хам павел себя на уровне тела, как животное павел себя, да, то есть оскопить собственного отца, неважно каким образом он это сделал в данном случае, да, А скопить собственного отца это и бездушевно, да, сказать, никакой души в этом нет, никакой любви в этом нет. Да еще и неразумно, да, потому что разум подсказывает, что сделай два плюс два и попытайся понять, что сделает его отец, когда он протрезвеет, да. Наверное, если ты хочешь, чтобы не родился четвертый сын для того, чтобы наследство не делить на четверых, да, что только на троих, то задумайся, что отец может тебя вообще лишить наследства за то, что ты так такое совершил, да. То есть,ными словами, он ведет себя и неразумно, и непчеловечно. Да, ведет себя просто на уровне живого, по сути дела. Теперь, Ефид ведет себя на уровне рационала, но абсолютно бессовестно, да, то есть он ведет себя как бы ни того, ни другое. И только Шем ведет себя по-человечески, да, Шем проявляет любовь к своему отцу, и, соответственно, поэтому идет и делает то, что нужно сделать. Да, вот как бы три уровня, да, которые нам о чем говорят. Говорят о том, что каждый человек должен свое тело взять под контроль разума, да, тело не должно творить черт что, да, мы не должны следовать за своими страстями, за похотью, за чем-то еще, да, распускать, там, руки, глаза и прочее, да, так сказать, не смотреть, куда не положено смотреть, там, и так далее, да. То есть разум должен контролировать тело. Это первое. А второе, что мораль должна превалировать над разумом, да, то есть разум сам по себе может завести нас очень далеко, да, то есть разум, не обремененный моралью, это ужасная совершенно вещь, да, вот, там, до того я упоминал фюрера, насотрется его имя, да, вот, это пример того, куда можно завести человека разум, да, там, создать индустрию уничтожения, там, и так далее, и так далее, да. Ну, я не буду слишком долго распространяться на эту тему, это и так всем понятно, да, то есть вот есть иерархия вот трех вот этих уровней, да, что душа должна управлять разумом, а разум должен управлять тело. Вот если человек выстрел в такую иерархию, тогда он стал человеком, по сути дела, да, а до того он не является в полном смысле слова человеком, он является либо животным, по сути дела, да, который следует своим страстям животным, ну, любопытству, там, не знаю, чему еще, да, либо человеком разумным, но совершенно аморальным к этому, да, и вот дальнейшая история человечества, обратите внимание, это самый-самый первый эпизод, который происходит, в общем-то, после потопа, да, вот, начинается новая жизнь человечества, и она начинается с этого эпизода. И дальше все человечество, в общем-то, исправляет то, что произошло, да, То есть каждый из этих братьев получает мера за меру. Говорит нам Раша, что за то, что хам осрамил своего отца, за это царь Осирии осрамит потомков хам. Раша приводит Медраж, он не сам это придумал, это Медраж, Медраж Раба, это древний сборник Медрашей. И этот сборник Медрашей, откуда он это берет, он ссылается на пророчество, на пророчество Исаии, в данном случае, Ишаяу. Это пророчество Исаии, 20 глава. Я зачитаю только то, что актуально нам сейчас. Говорится, так царь Ашурский, Ашурский это ассирийский, да, Ашур на иврите. Так царь Ашурский поведет пленников из Египта, изгнанников из Куша, юношей и старцев, ногами и боссами и согнаженными ягодицами. В посрамлении Египта. Да, то есть, вот здесь видно, да, что потомки Кхама, да, то есть Египет и Куш в данном случае, то есть Эхилопа, да, что они будут посрамлены. Посрамлены за то, что Кхам посрамил своего отца. Да, то есть это древнее Медрашно. Рассказывает, ссылаясь на вот это пророчество Исаии. Значит, тут нужно обратить внимание на интересную вещь. Нам сказал Ибнезра, что потомки Кхама будут рабами именно у потомков Ефета. А при этом упоминается Ашур, да, царь Ашура, царь Ассирии. Значит, Ассирия – это Ашур, потомок Шема, да, то есть это семитский народ. То есть здесь как бы идет некоторая сбивка. Непонятно почему, да, казалось бы, но вот тем не менее стоит обратить на это внимание, да, в дальнейшем мы поймем, о чем, почему, собственно, такая сбивка происходит. Еще одна вещь я добавлю, что в истории Ассирия никогда не захватывала Египет, да, то есть Вавилон захватывала, Персия захватывала, там Греция, Рим, Мамлюки, но не Ассирия. Ассирия никогда не захватывала Египет. Поэтому, когда мы читаем это пророчество Исаии, мы либо должны предположить, что пророчество Исаии не сбылось, так сказать, да, что немножко странно было бы, потому что Исаия – это считается пророк величайшего уровня. Либо мы должны сказать, что это некоторые коды, на самом деле, да, что это не в чистом виде, не буквальный смысл, то есть это не буквальный, не буквальный Ассирия и не буквальный Египет, а что это некоторые коды, которые нам даны для понимания того, о чем разговор, да. И вот об этих кодах я сейчас попробую поговорить. Значит, то есть, только я повторю предварительно, да, что, значит, вот Митраж связывает, то, что Раша говорит, да, связывает поведение Ефета, да, то есть я начал говорить, что вот Хам, каждый из них получил меру за меру, да, что Хам получил посрамление своих потомков за то, что он усвоимил отца, Ефет за то, что он, в общем-то, повелся рационально, но не по совести, не по-человечески. Он удостоился, как сказать, уровня награды и наказания, да, так сказать, его похоронили со всеми почестями в земле Израиля, ну, не его, а его потомков, да, но не более того, да. А вот Шем, он удостоился вечной жизни, на самом деле, да, его потомки, потому что заповедь связывает нас с источником жизни, да, то есть, сными словами, можно сказать, что потомки Ефета удостоились этого мира, а потомки Шем удостоились мира грядущего. Можно так это подать, да. Можно подать более буквально, поскольку речь идет про войну Гога и Магога, как там упоминается в этом пророчестве, да, что Гог именно будет похоронен в земле Израиля, то можно понять, что то, что произойдет в результате войны Гога и Магога, да, что потомки Шема спасутся в этой войне, а потомки Ефета вовсе даже и нет. Да, это более буквальное понимание, и то, и другое понимание правильное. Бабушский Рэбб нам раскрыл коды, с помощью которых мы можем понять смысл пророчества Исаии, а именно, что Египет — это Советский Союз или там постсоветское пространство, скажем так, или шире, говорят, тоталитарные страны, а Ашур, то есть Ассирия, — это Запад, да, это либеральные страны. Так вот, понимая вот эти коды, я предлагаю теперь перейти к чтению 19 главы книги Исаии. Теперь, значит, я просто зачитаю пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в нем. И буду я подстрекать египтян против египтян». Ну, дословно, «И поссорю Египет с Египтом». Ну, вот, пользуясь этими кодами, то, что я сказал до того, в общем, вполне понятно, что на постсоветском пространстве сегодня идет война. Вот это как раз то, что здесь написано. «И я поссорю Египет с Египтом». «И будут они воевать, брат с братом своим и друг с другом своим, город с городом, царство с царством». Обратите внимание на вот это «царство с царством». Да, то есть государство против государства будет воевать. Вот, сегодня нам это понятно. Да, ну, можно было бы это сказать и про Древнюю Египет. Да, Древнюю Египет состоял из двух царств, как известно. Ну, пойдем дальше. «И истощится в египтян сила духа их, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов, и нашептывающих, и вызывающих мертвых, и волхвов». Ну, я думаю, что не требуется комментариев. «И предам я египтян в руки властелина жестокого, и царь сильный будет властвовать над ними», говорит владыка Господь Свобод. «И высохнут воды моря». Вы знаете, что я буду сразу давать комментарии, потому что иначе у нас не хватит времени. Значит, вот по поводу вот этого пассажа, что поставлю свирепого царя над Египтом, Раша комментирует, говорит, что этот царь – Ассирий. Да, то есть мы могли бы подумать, что над современным Египтом встал царь свирепый, который там, условно говоря, заседает в Кремле или там что-то такого плана. Но из того, что пишет раньше здесь, он пишет царь Ассирии, станет свирепым царем над Египтом. То есть Ассирия, мы сказали, что это Запад. Из этого, в общем, можно понять, что все, что происходит, происходит по воле Запада. Ну, я не буду даже продолжать. И так понятно, каждый может сделать выводы сам. Пойдемте дальше. «И высохнут воды моря, и река пересохнет, станет сухой». Значит, тут Раша поясняет, что это не просто какая-то река, а что это Нил. Нил – это главная артерия Египта. Вот эта главная артерия Египта пересохнет. Ну, мы все знаем, что сегодня является главной артерией Египта. Так вот, Запад, судя по всему, перекроет эту реку, она пересохнет. «И загниют реки, истощатся, и пересохнут каналы Египта, тростник и камыш завянут, обнажатся поля при реке, берега реки, и все посеянное у реки засохнет, будет развеяно, и не станет его. И воскорбят рыбаки, и горевать будут все, кто закидывал уду в реку, и забрасывающие нефть в воду будут несчастны, и посрамнены будут чесающие льна, и ткачи полотен белых, и будут разрушены основы запруд его, и все, которые работают на запрудах, будут в унынии». То есть, если кому-то было непонятно, к чему приведет нынешняя ситуация, значит, вот ответ. «Ведь глупы правители Цуана, мудрейшие советники фараона, дают совет бессмысленный». Как скажете вы фараону, «я сын мудрецов, сын древних царей». Да, то есть, ну, наверное, всем понятно, наверное, все видели, как на Рыжкин трясся, перед Путиным, да, например. Значит, то есть, сейчас многие говорят о том, что куда деньги делись, да, было брошено столько миллиардов, и их всех разграбили там, да. То есть, планы, которые были там, что за три дня все закончат, расстроились. «Где же они, мудрецы твои? Пусть скажут они тебе, и пусть узнают, что решил Господь Цуаута в Египте». Правители Цуана поглупели, правители Нофа обманулись, ввел в заблуждение Египет краеугольный камень главы коленову. Господь ввлил в них дух превратный, и ввели они в заблуждение Египет во всех действиях его, подобно тому, как блаждают пьяные в блевотине свои. И ничего не смогут сделать в Египте ни голова, ни хвост, ни пальмовая ветвь, ни трость. Да, то есть, мы, в общем-то, видим это сейчас, мы видим, что армия, которая считалась страхом Запада, ничего не может сделать. Поймите меня правильно, еще раз, я не пытаюсь там говорить, кто прав в этом конфликте, кто не прав в этом конфликте. Я говорю просто факты. То, что мы видим сейчас, мы видим, что планы были одни, везли парадную форму, собирались за несколько дней все закончить, и вдруг это растянулось уже на несколько месяцев, и сейчас уже разговор идет о том, что о победе уже не идет речь. То есть, всем понятно, что ситуация вышла из-под контроля, что ситуация совсем не соответствует той, которая планировалась. И будет земля Иудеи ужасом для Египта. Каждый, кому напомнят о ней, задрожит из-за решения Господа Сваота, которое он вознамерился свершить против него, в скобочках Египта. Но здесь я остановлюсь. И здесь я прочитаю комментарий Раши, потому что он очень существенный. Он говорит уже не об этой войне, а он говорит о том, что произойдет дальше. Это существенно, поэтому стоит на нем задержаться. И станет земля Иудеи шоком для Египта. Когда услышат оставшиеся в Египте от плена Санхирива, я напомню, что там произошло. Санхирив пришел... Санхирив — это царь Ассирии. И Санхирив пришел завоевывать... Прежде всего, он захватил 10 колен. Захватил 10 колен и ввел их в плен. А дальше он пришел под Иерусалим и взял Иерусалим в осаду. И дальше в Иерусалиме был царем Хискияу, праведный царь, который помолился и сказал Всевышнему, я свою честь сделал, теперь твоя честь. Валился и пошел спать. И наутро, когда он проснулся, выяснилось, что за ночь прошла эпидемия и погибла от этой эпидемии... 185 тысяч, пардон, 185 тысяч солдат Санхирива за одну ночь. В результате Санхирив был вынужден снять осаду и уйти. То есть, вот это событие, то есть, не было никакой войны со стороны иудеев. Это было государство иудея. Северное Осадство было разрушено иудея в плен, а вот иудея сохранилась. То есть, Санхирив попытался захватить Иерусалим и чудесным образом его армия погибла и он был вынужден ретироваться. Вот здесь идет рассказ, намекается на эту историю. И теперь я еще раз зачитаю сначала. Значит, когда услышат оставшиеся в Египте под пленом Санхирива о его падении, Санхирива падении, в котором он упадет в земле иудеи, без какой бы то ни было войны со стороны плоти, то есть, имеется в виду, со стороны смертных, узнают, ибо есть божественное присутствие в Израиле. Их спаситель силен, их спаситель силен, и затрепещут, и испугаются земли иудейской. Вот это то, что пишет Раша. Значит, Раша шел в 11 веке, да, то есть, Раша не комментирует то, что уже прошло, да. Вот, кроме того, ну, понятно, что я уже говорил раньше, да, что Ассирия никогда не захватывала Египет, да, то есть, то, что здесь делает Ишаяу, он использует коды. И поэтому здесь тоже надо понять, что это такое, что это за Санхирив, что это за царь Ассирия, который придет на Иерусалим, и который в результате падет под Иерусалимом чудесным образом, без того, что армия Израиля, скажем, будет воевать, да, с ним. Дальше египтяне, да, вот, используя вот этот код, что такое Египет современный, оставшиеся от плена Санхирива, то есть, те египтяне, которые останутся после того, как Запад, условно говоря, да, возьмет их в плен, они ужаснутся, затрепещут, да, испытают шок от того, что они увидят здесь, да, вот, так вот, тут нужно понять, как бы, о чем разговор, разговор идет о том, что Запад, после того, как он расправится с современной Россией, да, он через какое-то время пойдет войной на Иерусалим, да, то есть, вот этот самый Санхирив, то есть, царь Ассирии, он пойдет войной на Иерусалим, точно так же, как когда-то ходил Санхирив, да, и так же, как Санхирив пал под Иерусалимом чудесным образом, так же пойдет вся эта армия, армия вот этого Гога, да, Гога из страны Магог, царя вот этой. Значит, что, о чем этот разговор вообще, почему он пойдет, да, и на это, собственно, намекал Раша, когда он говорил о том, что из-за того, что Ефет не старался в выполнении заповеди, да, прикрыть отца обнаженного, из-за этого он удостоится погребения в земле Израиля. Значит, здесь нужно понять несколько вещей важных, прежде всего вернемся к изначальным выводам, да, что у нас есть три уровня. Есть уровень тела, разума и души. Да, значит, человечество, все в целом, оно тоже состоит из этих трех частей. То есть, в человечестве есть тоталитарные страны, которые находятся на уровне тела, то есть, которые позволяют физическое рабство, да, которые физически уничтожают своих врагов, там, инакомыслящих, там, и прочих, прочих, сажают их, там, и прочих, да, то есть, нет никакой свободы, есть рабство. Даже если их жители этого не понимают, не замечают, да, а это известное явление, это называется двойное сокрытие, да, сказано, эстеростир, да, сокрывая сокровое лицо свое, то есть, мало того, что есть сокрытие иника, есть еще сокрытие самого сокрытия, да, то есть, люди, мало того, что они рабы, они еще и не понимают, что они рабы, да, то есть, это проблема, да, когда мы жили в Советском Союзе, далеко не все понимают, И до сих пор многие считают, что применять силу это нормально, да, а что, собственно, почему нет? Есть люди-пацифисты, которые выступают против войны. Ну, значит, давайте посадим. А что? В чем проблема, правда? Вот, то есть есть люди, которые даже не понимают, что вообще это ненормально, да, что на Западе такого не делают, если там кто-то выступает против политики и правительства, ну, хорошо, он имеет право высказывать свою точку зрения. В этом стоит свобода слова. Нет никакого основания его куда бы то ни было сажать, там, в тюрьму, в КПЗ, куда-то еще, при условии, что он не нарушил закон. Да, есть определенные запреты, например, пропаганды нацизма, да, значит, вот это запрещено, да, но если человек не пропагандирует нацизм, а пропагандирует пацифизм, да, он против войны, то ничего запретного в этом нет, да. Ну, когда я говорю банальные вещи, я просто привожу пример, чтобы понять, да, что тоталитарные страны, они находятся на уровне тела, да. Теперь, либеральные страны находятся на уровне разума. Значит, там есть свобода, да, у нас есть такое понятие, нет насилия в духовном. Это сказал Бай Сулам, да, такое обошло, говорит, в начале прошлого века. Да, он сказал, нет насилия в духовном. То есть в духовном плане мы можем только убеждать кого бы то ни было, мы не можем кого-то заставить там что-то делать, да. Заставить можем только физически, да, а словами мы заставить не можем, мы можем только убеждать. Вот. Хотя насилие, элемент насилия, в этом тем не менее есть, да, ментальное насилие, да. Так вот, вот эти страны, либеральные, да, они понимают, что такое свобода, да, для них свободно является ценностью, да, как и для разума человеческого, да, мы не можем никого заставить думать что-то, что мы хотим, чтобы он думал, да, мы можем пытаться какой-то пропагандой, так сказать, его обрабатывать, промывать мозги и так далее, он, в принципе, заставит человека думать что-то, что он не считает нужным, невозможно. Человек сам хозяин собственных мыслей. То есть человека можно пытать, человека можно убить даже, но заставить его по-другому думать невозможно. Так вот, есть западные страны, которые находятся на уровне разума. И эта ступень более высокая, чем ступень тоталитарных стран. И то, что нам объясняет Исайя в 20-й главе, что царь Осирии уведет в плен Египет и Кус, имеется в виду, что разум возобладает над телом. И это верно как в отношении отдельного индивида, так и в отношении всего человечества. А дальше происходит еще одна интересная вещь. Дальше есть третий уровень, уровень души. И Израиль должен выйти на этот уровень, он пока что не вышел туда. Это уровень любви к Творцу. И на уровне любви к Творцу совершенно другие понятия. Там уже нет понятия заслуг и наказаний. Это более высокий уровень. Это уровень выше разделения на милость и суд. На каком-то уровне есть разделение на прав и виноват и так далее. А есть уровень выше этого, уровень любви. Люса находится на более высоком уровне, чем разум. Разум в состоянии оценить, судить. Разум может судить. Разум может сказать, вот этот прав, а вот этот виноват. Душа находится на более высоком уровне, выше разделения на прав и виноват. и на этот уровень нужно подняться это непростая задача и человечество еще не поднялось на этот уровень и Израиль еще не поднялся на этот уровень но он должен там подняться если он не поднимется, то его заставят туда подняться заставят в частности вот эту войну Бога и Магога и сными словами, речь идет о том, что в какой-то момент Запад идет войной на Иерусалим и естественно собирает огромную международную коалицию как Запад умеет это делать то есть он притащит Иран с которым он сейчас заключает соглашение о ядерной программе с целью дать Ирану возможность достичь атомной бомбы в этом цель, для чего? для того, чтобы Иран схлестнулся с Израилем в дальнейшем дальше будут задействованы еще Хизбалла, Хамас еще какие-то силы, которые будут с нами воевать точно так же, как сейчас задействованы Украины надо это понимать, что Запад воюет сейчас с Россией руками украинцев к сожалению, не все это понимают потому что пропаганда делает свое дело в частности, Западная пропаганда делает свое дело и люди этого не понимают так вот, вот этот разум придет в столкновение с душой потому что на уровне души какие-то вещи там нету равенства равенство это чисто формальная вещь если вы возьмете сравните отношения евреев и так называемых палестинцев к этой земле вы увидите, что евреи из Бушкатифа, скажем, из Газы сделали цветущий сад вообще из всей земли Израиля тут была пустыня сушили болото, провели орошение сделали цветущий сад но дальше, когда евреи вышли из Бушкатифа и арабы схватили эти места то они превратили весь цветущий сад который там был в пустыню сейчас там сплошные пески и вот из этого видно кто на самом деле любит эту землю а кто нет и совершенно понятно кто будет ей владеть в связи с этим то есть в этом смысле никакого равенства между одними и другими быть не может потому что одни ощущают это своим домом а другие нет и вот простой разум не в состоянии уловить эту разницу простой разум подходит чисто формально вы должны обеспечить равенство прав вот и все вот так подходит разум и поэтому будет война будет война разум против любви вот это нужно понимать я не могу я концовку прочитать пропущу часть этого пророчества и завершу тем чем оно заканчивается и будет разить Господь египтян разя и исцеляя и когда обратятся они к Господу то Он примет молитву их и исцелит их в тот день будет проложен путь из Египта в Ассурию и Ассуляне придут в Египет египтяне в Ассурию Египет с Ассулянами будут служить Господу дословно тут написано что Египет будет служить Ассуру в тот день Израиль будет третьим Египту и Ассуру дословно сказано тройка что будет тройственный союз Египту и Ассуру благословением будут они среди земли и поблагословил его Господь Славод сказав благословен народ мой египтяне и дело рук моих Ассур и наследие мое Израиль то есть вот мы видим три уровня про которые я говорил благословен народ мой египтяне и дело рук моих Ассур и наследие мое Израиль. То есть,ными словами, закончится это все во благо. Эта война в результате послужит во благо. Нынешняя война, я имею в виду. И нынешняя, и следующая. То есть, в конечном итоге, все три вот эти части придут в состояние гармонии. То есть, разум будет властвовать над телом, и при этом разум будет подчиняться, добровольно подчиняться душе. Разум невозможно подчинить насильно. Добровольно он будет подчиняться. Это как раз то, о чем говорилось в самом начале, что Бог даст простор Ефета, но обитать он будет в шатрах Шема. То есть, в конечном итоге, все придет в состояние гармонии. Это некий такой позитивный вывод. То есть, нужно понять, что никто не является отверженным. То есть, даже то рабство, которому подвергался Египет на протяжении всей истории, оно только для того, чтобы справить Египет. Чтобы вывести его из этого состояния. То есть, выход из Египта неслучайно, на юриде, называется Ицат Митцраем, что означает выход Египта, а не выход из Египта. То есть, сам Египет должен выйти из рабства. Так вот, тут надо понять, что люди, которые находятся в состоянии рабства, их очень трудно оттуда вытащить. Их приходится вытаскивать очень жесткими мерами. Дальше мы видим, что разум будет еще и воевать с душой, потому что он хочет захватить власть над всем миром. И дальше, что произойдет? Будет уничтожено злое начало. Будет погребен этот самый Гог. А выше, наверху, будет уничтожен ангел смерти. То есть, злое начало будет уничтожено, и тогда разум станет связующим элементом между телом и душой. Вот как бы основная идея здесь, на самом деле, да? То есть, без разума не может быть человека, да? Душа дана человеку разумному, да? Homo sapiens. Значит, неживотным дана душа. Есть животная душа, но мы сейчас не об этом говорим, да? Божественная душа дана только человеку. Так вот, для того, чтобы воспринимать пророчество, для того, чтобы воспринимать послание Творца, нужен разум. Для того, чтобы познать любовь, тоже нужен разум. Без разума невозможно быть партнером Творца, да, невозможно бить Творца. Соответственно, разум – это необходимый элемент, но для того, чтобы разум встал на нужное место, нужно уничтожить злое начало, потому что злое начало превращает разум в инструмент насилия, да, будь то экономическое насилие, да, будь то словесное насилие и так далее. То есть, в конечном итоге, мир должен выйти из состояния насилия, прежде всего выйти из состояния физического насилия, а дальше выйти еще из состояния ментального насилия, да, включая экономическое насилие тоже, да, сюда же оно относится. То есть, иными словами, только на уровне любви нету насилия, да, то есть, даже когда один убеждает другого, даже в этом есть элемент насилия. И поэтому сказано пророками, что настанет время, когда не будут больше учить брат брата или там друг друга, да, потому что все будут знать Творца, ибо земля наполнится знанием Творца, да, то есть, мы придем к такому состоянию, когда даже учеба, вот в нынешнем понимании этого слова, когда учитель преподает ученику, даже этого не будет, да, потому что все будут знать Творца сами, да, не имеется в виду, видимо, учеба, там, математики обучать, а имеется в виду богословие, скажем так, да, то есть, в мире не должно остаться насилия, да, все должно стать по любви. Вот это то состояние, к которому мир в результате должен прийти, да, значит, но прийти туда очень сложно, да, часть людей находится в тоталитарном состоянии, да, в состоянии рабства, по сути дела, современного рабства, не такого, как было в Египте, но тем не менее рабства, да, часть людей поднялась на уровень разума, но они не скованы моралью, да, они абсолютно, как бы, они считают, что можно себе позволить, там, не знаю, самые разные вещи, там, обмен парами, там, взаимовым согласием, я не знаю, что еще, да, то есть вещи, которые Тора прямым образом запрещает, да, люди творят их совершенно спокойно, не считают, что они делают что-то зазорное, почему? Потому что это делается по взаимному согласию, да, то есть, как бы, свобода от рабства, от этого, возводится в абсолют, да, вместо того, чтобы осознать, что свобода, это всего лишь первая ступень, да, это правильно, что они поднялись из рабства и стали свободными, это очень важно, да, значит, евреи тоже вышли из Египта и стали свободными, это прекрасно, но дальше сколько перипетий было у евреев, пока они там до чего-то дошли, да, дальше целое поколение погибло в пустыне, предположим, да, и там масса еще вещей была, да, и золотого цвета сделали, и что там только не сделали, почему? Потому что сам по себе уровень свободы Это еще только первая ступень Есть еще более высокая ступень Нужно полюбить Творца То есть нужно подняться на более высокий уровень На уровень вечности На уровень связи с источником жизни Без этого люди смертны И поэтому нам объясняют, что когда евреи были на горе Синань И получили Тору То они поднялись над смертью Они стали бессмертны А дальше, когда произошел грех золотого тельца Смерть вернулась в мир Почему? Потому что они упали с уровня любви Упали на уровень заслуг и наказания Как следствие пришла смерть в мир Подводя итог, я хочу сказать, что Вот эта война нынешняя, которую мы видим Она восходит аж даже к событиям Ноаха и его сыновей То есть восходит к самому началу Послепотопного человечества И она объясняет нам, к чему все идет К чему Творец ведет нас Это то, что я рассказал Это очень-очень Самая верхушка айсберга Здесь масса вещей можно было бы добавить Как это исправлять грех золотого тельца Для этого надо понимать, в чем состоит грех золотого тельца Я все это сейчас не буду поднимать эти темы Просто вот в качестве самых-самых начальных набросков Чтобы мы понимали контекст того, что сегодня происходит Я желаю всем действительно подняться на должный уровень И понять, что насилие это не метод Вот это самый простой вывод из этой истории Еще одну вещь добавлю, поскольку сегодня Песок Шииньи, второй Песок Опять же, речь идет о том, что невозможно подняться До дарования Тора на Гаю Синай Если сначала человек не ощутил себя свободным Если человек не сделал первый шаг Первый этап Не вышел из Египта Не ощутил себя свободным Он не может сделать второй этап Подняться до любви к Творцу И поэтому те, кто не смогли принести жертву Песока Были нечисты там или были в дальнем пути и прочее Они это делают через месяц Вот этот Песок во второй Потому что это необходимый этап Для того, чтобы потом получить Тору Без него невозможно Это снова возвращает нас к этой иерархии ценностей Всего доброго И хорошей недели всем